Вот, собственно, тебе, зритель, хорошо располагаться примерно на таком же интерьере, на диване. Но здесь происходит несколько иная картина. Это как бы стена для того, чтобы фотографироваться на аватары. Тренд, по-моему, 2008 года. Но речь пойдет... Так, вот еще немножко... Да нет, 2007-й. Сноток. Так, мы немножко интриги создадим, свет уже видим, но пока что еще не приходим к пониманию того, что это за машина. Ну, возможно, конечно, это будет написано в описании, либо в названии, но, возможно, и нет. Поэтому вот такая интрига. Ну, понимаем, что уже речь идет не о девятке, но, тем не менее, машина каноничная. Вот это сразу стоит сказать и озвучить. Панели многие могли уже узнать, например. Ну, ладно, что, не будем интригу создавать на ровном месте. Это, да, собственно, машина тоже легенда. Тоже тренд, по-моему, 2016-2017 года. Один, ну, как бы сказать, успешный человек. Ну... Людей, это успехи или нет, ты как считаешь? Ну, пытаемся. Ну, вообще не про тебя, но, как бы, понятно все с тобой. Вот, но, тем не менее, короче, машина приносящая успехи и люди, которые свято верят, что перекуп должен начинаться с нее. И в эту машину просто с завода положили положительную карму в плане перепродаж. Вот, собственно, я ее-то и хочу вам продемонстрировать. Здесь достаточно тесно, я здесь, наверное, не полезу. Но вот так вот покажу, камера-то пролезет. В принципе, это смотрится неплохо, да? И помимо того, как выглядит машина, она еще здесь замята, я вот эту сторону я даже сам еще не видел. Единственное, когда я зашел в гараж, я вот увидел, ну, примерно вот так вот, чтобы и вам было видно. Ну, как-то вот так вот. Увидел, я думаю, ну, ничего себе, неплохо, пацан поднялся. Вроде как бы вместе были охранниками социального дна, но пацан с Кану. Ну, я еще начал ревновать тогда, когда он купил себе пятнашку. Ну, я понял, что это тщетно, вот, что как бы социальное дно его затягивает, но вот я еще этого не понимает, дурачок. Ну, вот, подкапотку, наверное, откроем, но потом, сейчас весь цимит в самой машине. Как уверяет ее владелец, что тебе показывать, не показывать? Ты просто антуражно так выглядишь. Вот, собственно, человек ростом 56 метров. каким-то образом влезает в эту машину, но... Я оторвал переднее сидение, как бы, чтобы нормально входить, и поэтому рулю с заднего, как бы, по канону. Сначала-то он ездил на картах, но потом что-то пошло не так, видимо, начало задувать, либо ноги начали затекать. Вообще машина, кстати, я сейчас так посмотрел на тебя, на машину, на тебя, на машину, и понял, что машина, в принципе, более темного оттенка, чем биотуалеты. Ну, к этому еще вернемся. Защитан. Прогиб защитан, да. Короче, здесь какая история? Ну, видим, что, конечно, чего-то не хватает. Сейчас будет такой достаточно ярко выраженный намек. Вот эта потертость, она, как бы, нам намекает то, что сейчас здесь происходит. Но мы плавненько будем подходить к машине, к ее владельцу. Это потертость, между прочим, от 15-ти катков. Вот я хотел вот этот момент растянуть, вот прям вот так вот легонечко, тихонечко подойти к... Сука, все сломал. Ладно, раз интрига не удалась, да, здесь стояли пятнатчики. Это мы решим. Матизов, наверное, сейчас в негодовании, типа, а как тут пятнадцатые вставали. Про ставки спереди решают. Помимо этого, вот у меня лично вопрос, я вообще с Матизами не связывался. Тут как-то вот, типа, подрулевую рейку с завода, да, наверное, подогнули вот это вот. Нет, в смысле подогнули. Ну, вот видишь, тут надрезы и... Ну, это да, это нормально. Ну, в Узбеке способны, ребята, не сомневался в них. Вот, кстати, еще тоже прям видим, что грунтовка есть. Да. В отличие от автомобильных маркиж и газ там вообще никого нету. Вот, ну ладно, такая маленькая, я не знаю, как такая вот опора может выдерживать такого большого человека, не говоря уже о кузове. Но здесь, в принципе, чашка настолько, насколько мы ее видим, живая. Там где-то грязь слоями отошла вместе с, возможно, антикоррозийкой, но ладно. А, гранаты вообще какие-то маленькие, им даже обороняться не получится, но машина мирная, я так и понял. В качестве нунчаки можно использовать. Нунчаки с приводами гуляешь по району, нормально, вместо собаки. Думаешь, что завести, привода или собаку? Ну, можно два в одном. Самое, конечно, интересное, оно идет несколько ниже, но не будем машину афишировать в таком негативном ключе. То есть, как бы тут накладочка, запах, в принципе, неплохой. И всегда меня Матисс удивлял тем, что у нее такая большая торпеда и такая маленькая машина. И при всем таком, что если ее поставить сюда таки, например, маленькую, то туда можно еще, наверное... Третий ряд. Да, третий ряд сидений и как бы мини-газель такая. Но, тем не менее, ладно, сейчас давайте посмотрим салон. Все самое сладенькое я, наверное, отложу на самый там финиш, наверное. То есть, вот больные места, как на девятках, да? Но Матиссов это не касается. Уголки живые, но я за счетом могу сказать, что это 2005 год. Попутно, сразу заранее говорю, те, кто посмотрел, дошел до этой части, те, кто... Ну, короче, у нее цена 30. Вышла она. Короче, бралась за 25. Была немножко подшаманена и продана, грубо говоря, своим же за 30. И из приятного, я так понимаю, здесь есть стеклоподы. Аккум, видимо, отключен, либо там замок зажигания. Зажигание. Ну, поверим на слово. В остальном, как нас тут пытаются уверить, что вся техническая часть в хорошем состоянии. Все работает. Музыка прям вообще шикарная, я так понимаю. Кассетная, классика жанра. Такое чувство, что магнитолу для нее изобретали где-то в 50-х. Это вообще планировалось для самолета, это вообще законно. Так вот, такие как бы ковши, условно говоря, на фоне девяток это ковши все-таки. Попутно, перед тем, как показать самый цимис машины, я хочу озвучить какую историю. Я вернусь опять в начало, буду всячески оттягивать этот процесс. Процесс, сразу скажу, в основном будет акцентирован на железе. Вообще, вот эта субстанция, похожая на человек, с вот этой харизматичной шапочкой, сделал гениальную многоходовку. У него была десятка второго года на шестнере, купленная за 17, да, по-моему? Ну, что-то типа того. Ну, короче, не больше 20, там, как бы, вид имело, литье было. Там тонировочка и все такое. Да, затем в ходе каких-то манипуляций, по-моему, появилась на обмене Эспера, в которую, по-моему, она больше ремонтировалась и чем эксплуатировалась. Затем отчаяние и боль достигли своего апогея. Машина была обменена на... 99-го, но сейчас вот фотографию, кстати, Эспера, да, я вставил. Фотографию 99-го сейчас увидите. Ну, там, типа, картинка будет. Это просто... Я просто смотрю на тебя и понимаю, что просто я парень с деревни. Фотографию я зарисовал. А как ты, говорит, твоя карточку поставишь? Это же надо вот так вот поставить, чтобы было видно. Что такое видеомонтаж? Не, не слышал. Вот, таким образом, была Эспера, были даже колесики красивые на нее куплены. Фотография вроде тоже была. Затем все вот это дело было подвержено обмену на 99-ую. Как я и говорил, 99-ая обменялась на уже, как бы, вот это добро. Как бы 99-ая инжекторная, и я бы предпочел, конечно, честно говоря, ее. Ну, ладно. Что уж слишком долго оттягиваю. Смотрим. Я думаю, комментарии излишни. Как сказал нам вот этот деревенский парень, тот, говорит, только пороги. Не, ну, пока вот мы идем по порогам, мы понимаем, что пока только пороги. Боль была голодной. Это, как бы... Я такое чувство, что, знаешь, кто-то... Ее либо продавали, либо что-либо владелец, который не хотел ее отдавать, он просто руками вот так схватился со словами «не отдам», и все. И машина встряла. И либо все-таки угнали, здесь была его рука, либо, ну, как бы, я даже не знаю, может, его за собой протащили, может, он все-таки вырвал, может, чувак вообще катался вот так вот, держась где-то месяц, чтобы она вот так вот отгнила. Но и это не самое страшное. Машина, короче, полная кри... Криатива, и, в принципе, такие машины для контента, наверное, будут хороши. Спонсора контента, парень с деревни. Замечательно, поразительно, гениально. Там мутизм тоже прогрессирует. Вот, а, собственно, вот и, как бы, самобулочность, это вот так, наверное, видно будет, да? Не, ну, бампер здесь, как бы. Ну, вот это. Сейчас осталось подогнать под бампер зад, и будет, как бы, нормальная мутизм. Самое главное в этой ситуации, это то, что подобрано все в цвет. Вот это самое главное. Идеал. Я специально заказал из Таджикистана, через Узбекистан, и Удмуртию привезли этот бампер прямо в цвет. Вы чё, блядь, охуели, что ли? Это чё за хуня? Он специально покупал удальтоник. Это на ней, да, вот эти стояли? Да. И цвет осыганский. 15-е японское литьё, очень лёгкое, оно даже легче, чем штампы родные на Матизе. А чё оно? Ну, такого лёгонька достаточно, да. А чё оно по болтовке? 4 на 114,3. Матизовская сверловка хитрая. Действительно хитрая. Так, здесь чё-то какая-то донорщина, но не по её чести, я так понял. Это был Ситроен. Был, за всё, что осталось. Ну, и как бы здесь аналогично, так как двумя руками держался с этим пассивом, у машины небольших размеров, как бы держаться было удобнее. Там личинка где-то на кочках отпала. Ну, здесь, собственно, скотч, как без этого, это самое главное в таких каноничных машинах. Ну, чтоб не задувало. Чтобы не засыпать, чтобы был характерный звук того, как вот скотч, он на ветру висит. Радостный свист. И, собственно, мы вот пришли к самому интересному. Нужно выпрессовать ступицу. Естественно, способы и методы каноничные. Вот это должно выбить подшипник, как я понял. Потому что они все стучат, шумят. И всё это дело происходило на 15-х колёсах. Это и послужило, ну, вот этим излишним шумом. Сейчас где-то, короче, тут будем верить, что есть новый подшипник. Он запрессуется, и машина перестанет шуметь, и будет ездить на вот этих, как бы, чипеточных колёсах. Ну, как-то так это дело выглядит. В принципе, я даже не знаю, что добавить. Мы будем надеяться, что она всё-таки заведётся. Не, ну, хотя в этом-то мы уверены. Заведётся, она заведёт. Замоется прекрасно, ездит тоже. Поедет, по крайней мере, тихо будем надеяться. А за сим пока что откланяемся. Сказ о том, как тратятся деньги. Тут вариант небольшой. Либо пан, либо пропал. Либо мы сейчас выдавим, и попадём всего лишь на один тормозодиск, который, вот он, покажи, как то есть диск. Это фиаско, братан. Давай, давай, давай. Гулять, так гулять. Это из этого разряда. Да, он разъезжается. Тормозная щит сам по себе заминается. Ну, фигня. Так, а вот эти они ещё двигаются же, наверное? Ну, так они разъезжаются в разные стороны. Нет. Я даже не знаю, как расположить, чтобы они никуда не ушли. Я сейчас давить начну. Ну, вот сюда какой-то подпор, чтобы вот это не уезжало. Есть что-нибудь такое по длине? Ну, и так сама бы себе криво лежит. Здесь видишь, получается, уши. Здесь-то упор есть, я понял. Боюсь я, короче. Не, не буду я это видеть. Что-то им женько.